В системе электронная школа Приднестровья за выходные должны подключить всех учеников и учителей. Об этом сообщила министр просвещения Алла Николюк. По ее словам, чтобы освоиться на платформе учителям и ученикам, понадобится время. Электронная школа Приднестровья уже работает. В этой информационной системе уже примерно неделю учатся школы Каменки, Рыбницы и Дубосар. По сути, это сайт, на котором можно найти все уроки по всем предметам и классам. Ученики разобрались быстро. С программой работают всего несколько дней. У учителей Молдавской Каменской школы уже появились вопросы и пожелания. Есть там эти разработки уроков. Желательно было бы, чтобы их было больше на молдавском языке. У учителя мы стараемся, мы понимаем. Есть детки, которые, может, им сложнее, где вот это все на русском языке. Ну и желание даже и наших педагогов, чтобы было больше этих разработок на молдавском языке. В электронной школе Приднестровья учитель сможет разговаривать с детьми по видеосвязи, как уже в привычном для всех зуме. Здесь же есть разработки уроков уже с домашним заданием. Учитель по желанию может добавить свою презентацию или упражнения. А еще есть архив учебников. Все то, что дети берут в школьных библиотеках. А насколько вообще эти учебники нужны? Они ведь и в портфеле есть. Есть и в портфеле, есть и у них и в наличии. Планируется, что на следующей неделе к электронной школе Приднестровья присоединятся все школьники и ученики. Сейчас в школах большинство уроков проходит за партами. Но некоторые, например, литература, рисование или история преподают дистанционно. Эта платформа будет как такой единой для всех? Или учителя останется выбор Zoom или Viber? Ну, Zoom и Viber никто не отменял. В случае каких-то там небольших сообщений можно будет пользоваться. Но для этого и делалась единая платформа, чтобы это было удобно для всех. И самое главное, эта платформа дает возможность без всяких перерывов технических в работе осуществлять эту деятельность. Министр говорит, чтобы разобраться в работе платформы, учителям и ученикам понадобится неделя-полторы. Тогда и станет ясно, насколько система понятна, удобна и хорошо ли она подходит для онлайн-обучения. Регина Васильчук и Михаил Нестеровский, ТСВ.